Здарова всем, сейчас покажу дополнительные материалы для того видео, которое я делал по поводу улучшения характеристики оружия, для того, чтобы оно стало для вас уникальным. Для тех, кто не видел, повторим материалы еще раз. Заходим в папку с игрой, жмем Game Data, Config, дальше Weapons, заходим еще раз в Weapons, здесь открывается список всех оружий, что у нас здесь есть. В прошлый раз выбирал я вроде FN2000, поэтому сделаю это еще раз. Значит, у нас здесь самая главная строка, это NPC, здесь ставим Off, чтобы это оружие никогда у NPC не появлялось, так намного будет проще. Далее, вес оружия советую поставить 0, так как оно, соответственно, с таким параметром не будет занимать абсолютно никакого веса в вашем инвентаре. Далее, у нас есть класс патронов, мы его можем заменить на, либо заменить, либо дополнить на абсолютно любой класс патронов, который вам взбредет в голову. К примеру, у нас есть много PM-овских патронов, мы отсюда их копируем, вот, соответственно, вставляем их в нашу прекрасную FN-очку. Ставим запятую, ставим пробел и вставляем наши патрончики 9 на 18. У нас получается, что будет у нас FN-очка стрелять и с 5.56 на 45 и 9 на 18, ну и так далее. Вот, также это делается все то же самое с, как бы, подствольной гранатой. Также заходим, ну вот, например, Калашовский вариант и находим воги, да, которыми он стреляет. Ctrl-C, дальше выбираем нашу FN-очку, вставляем запятая, пробел, Ctrl-V. У нас теперь он стреляет, FN-очка наша, и М209, и вогами, то есть так намного будет проще. Согласен, согласен. Поехали дальше. Эту строку я не буду трогать, так как это модернизация оружия, она присваивается модом. Дальше убойность у нас идет, это важная штука. А здесь у нас написано, что урон от оружия, который будет наноситься, будет 0.55. Мы можем поменять это на, например, цифру 250, к примеру, и у нас, как бы, оно будет абсолютно смертельным. Следующая строка, хит импульс, это приколюха, можно поставить тысяч, например, 100, и враг, после того, как вы в него выстрелите, будет просто улетать за горизонт. Не знаю, кому как хочется. Далее, дистанция, на которой будет стрелять это оружие, поставим 2300, и вся карта в нашем распоряжении. Скорость пули, ну, тут, в принципе, понятно. Это скорость выстрелов. Чем больше здесь число, тем больше, соответственно, быстрее оно стреляет. Но не советую 6700 ставить, да, там советую поставить 1200, например. Ну, плюс-минус будет кому как оптимально, но я не знаю, зачем это делать. Оно и так быстро стреляет, в принципе. Вот, дальше у нас есть такая фишка. В общем, при выстреле будет подниматься ствол, да, то есть отдача, которая у нас есть. Ее можно здесь убрать. Для того, чтобы ее убрать, нужно, соответственно, здесь поставить везде нолик. То есть здесь нолик, вот, дальше вот здесь нолик. Сейчас мы его уберем дальше. Здесь нолик, здесь тоже нолик, здесь тоже нолик, здесь тоже нолик, и тут тоже нолик. Но ставить, как бы, я не всем советую, а лучше оставьте, потому что, возможно, у вас это, может, и не будет работать. Вот, ну, не знаю. Я думаю, что это удобное дополнение к тому шикарному видео. Вот, напоминаю всем, у кого нету папки GameData, есть специальная открывалка для этих, скажем так, секретов. Вот, она указана в прошлом видео. Если интересно, можете зайти. Также, у кого не сохраняется это через блокнот, я не знаю, как так может произойти. Но, есть, значит, возможность скачать Total Commander у вас и сделать это все через него. Также у меня там есть видео, как это все делается на канале. Спасибо всем за просмотр. Ставим лайки, можете не ставить, а не забудьте сохранить. Но я не сохранить не буду, потому что зачем. Всем пока.